Партнер проекта LZRM, производитель рапсового масла «Унша». Меня зовут Ксения Шамова. Каждую неделю я знакомлю вас с книжными новинками в программе «Да». В этот раз мы взяли курс на здоровый образ жизни на высокие достижения в жизни и в спорте. Последние три месяца, взяв свой личный курс на здоровый образ жизни, я приняла участие в различных соревнованиях и тренировках по бегу, в скандинавской ходьбе, а также езде на велосипеде. Это дрейвит и не только помогает поддерживать себя в тонусе физическом, но и самое главное, во время тренировок мои мысли раскладываются по полочкам и голова не вскипает от количества проектов и задач. Если три года назад, когда я лично познакомилась с автором книги, мне было интересно слушать ее с позиции воспитания детей, она мама четырех и, оставшись одна, смогла гармонично воспитать их, то сейчас я читаю и слушаю с позиции человека, которая в свои 45 лет смогла пройти серию соревнований по триатлону «Айронмен». Это был путь от человека, не имеющего физической подготовки, до лидера в своей возрастной категории. Сегодня у меня книга, которую можно перечитывать, а автора книги переслушивать. «Транзитная зона» автор Мария Колосова. Рекомендованный возраст 16+. Как Мария говорит, эта книга гибн ошибкам, сложностям и неумениям за этот период. В 45 лет умение проходить через неудачи – это самый главный навык. Интерес к высоким достижениям приводит к знакомству с гонками, на выносливость и желание попробовать себя в триатлоне с нуля, проверив и применив накопленное знание в психологии высоких достижений. На странице 191 Мария пишет. «Каждый, кто выходит на гонку «Айронмен», даже если он говорит, что ему нужно просто уложиться в 17 часов, хотя бы иногда видит себя лидером гонки или хотя бы лидером своей возрастной группы. Икона на Гавайях, где родился триатлон, и где ежегодно проходит чемпионат мира «Айронмен», всегда становится грезой, мечтой, меккой для триатлета, даже если пока этот триатлет с трудом укладывается в отведенное на гонку время. Но между мечтой, которая робко заявляет о себе и четко сформулированной целью – пропасть. Что же скрывает его бездна? Первое – наше самолюбие. Второе – нежелание двигаться дальше. И третье – наш страх. Как только Мария заявила всем, что ее цель – чемпионат мира, как только тренер сказал, что нет смысла ставить такие цели, ничего не меняя в своей жизни, тогда она и совершила несколько совершенно сумасшедших поступков. Сегодня мы познакомились с автобиографической книгой Марии Колосовой «Транзитная зона» про достижения, спорт, мотивацию, гонки «Айронмен». Умение принимать решения, справляться с неудачей и брать ответственность на себя. Умейте жить на полную силу, учитесь всему, чего захотите. Жить надо по максимуму. Каждый выбор и каждая секунда имеют значение. И никогда ничего нельзя починить, склеить или переиграть. Жизнь – это чистовик, который ты пишешь каждое мгновение. С вами была Ксения Шамова с книжным обзором в программе «Да». А помогает нам приносить пользу в каждый день жизни наш партнер – торговая марка «Унши». Да.